Доброе утро! С вами Елена Першина. Сегодня я расскажу интересные факты о нашем здоровье. Когда мы решаем похудеть, то приобретаем абонемент в зал и начинаем заниматься спортом. Конечно, такой подход нельзя назвать неверным, но бывает так, что проводя в спортзале большую часть времени, мы не видим желаемых результатов. Почему так? Диетологи говорят, что мы худеем на кухне. Залог похудения – это дефицит калорийности. Банально, но факт. А калорийность прежде всего регулируется пересмотром рациона. В норме суточный рацион молодого человека достигает 2500 килокалорий. Поэтому, если вы встали на путь стройности, то нужно умерить свой аппетит на 200-300 килокалорий. Многие ошибочно думают, что жесткие диеты приводят к быстрому снижению веса. Но спешу вас огорчить. Во-первых, такие диеты не удерживают вес. Во-вторых, некоторые из них могут вызвать проблемы со здоровьем. Например, приводят к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Кстати, некоторые заболевания и физическое состояние тоже мешают похудению. Например, дисбаланс гормонов. Если вы в течение долгого времени питаетесь с дефицитом калорий и скрупулезно взвешиваете каждую порцию, но вес стоит на месте или растет, вероятно, гормональный сбой – это ваш случай. Только сбалансированное питание, правильные тренировки и питьевой режим помогают тратить дополнительные калории, улучшают состав тела, ускоряют обмен веществ и способствуют удержанию нового веса. К эффективным видам спорта относят быструю ходьбу, бег, плавание, теннис, аэро-йогу и прыжки со скакалкой. Ни для кого не секрет, что природа заложила в нас удивительную особенность – слышать свое тело, успокаивать и лечить недуги прикосновениями. Мнуши дарят незабываемое нежное прикосновение вашему телу и разуму. Но что же это такое? Мнуши – это мягкая медитативная релакс-методика. Она направлена на восстановление жизненных сил, глубокого расслабления и восстановление физического и психологического здоровья. Практика подходит для всех, включая детей – беременных женщин, мужчин, стариков и инвалидов. Мнуши проводятся в закрытые удобные одежды. Они включают в себя все элементы йога-массажа – пульсацию, медитацию и расслабление. Никаких специальных навыков или оборудований для проведения такого массажа не требуется. Главное – это тишина. Уютное пространство, мягкий коврик, приятная музыка, приглушенный свет и ваше желание. Массаж проводится в мягких перчатках. Это позволяет не отвлекаться на прикосновения массажиста. Ведь руки специалиста могут быть холодными, потными или шершавыми. Во время процедуры вы максимально расслабляетесь и отдыхаете. Ваша усталость уходит, а энергетика восстанавливается. Преимущество такой техники в том, что вы вернете себя и другого человека в ресурсное состояние. Повысите концентрацию внимания, чувственность и чувствительность тела. Улучшите отношения в паре и семье. Научитесь слышать и понимать друг друга. Встанете ближе к детям. Поможете им справиться с нагрузками и эмоциями. А еще восстановится ваш сон. Перед процедурой убедитесь, что не болеете, потому что техника МНУШИ противопоказана при ОРЗ и ОРВИ. Есть такое распространенное хроническое неинфекционное заболевание, которое затрагивает около 100 миллионов человек по всему миру. Оно не опасно, но заболеть им может каждый. Все это про псориаз. Проявляется болезнь так. Клетки кожи делятся в 10 раз быстрее, чем обычно. Наслаиваются друг на друга и образуют приподнятые красные пятна. Обычно они покрыты серебристо-белыми чешуйками. Такие болячки могут появиться где угодно, но чаще всего на голове, локтях, коленях и нижней части спины. Но есть и другие признаки. Они появляются вместе с пятнами, например, зуд и жжение, утолщение и крошечные ямки на ногтях, опухшие и болезненные суставы. Могут быть и другие симптомы. Все зависит от типа псориаза. Обыкновенный, он же вульгарный, самый распространенный тип. Вы можете заметить приподнятую красную воспаленную кожу, которая покрыта чешуей. При каплевидном типе вы можете заметить небольшие розово-красные пятнышки. Обычно они появляются на голове, бедрах, предплечьях и туловище. Замечено, что он появляется после перенесенных ОРВИ или ангины. Редкий вид псориаза – пустолезный. Он может сопровождаться лихорадкой, ознобом, тошнотой, мышечной слабостью и частым пульсом. На руках, ногах и пальцах выскакивают гнойные бугорки, которые окружены красной кожей. Еще один редкий тип псориаза – эритродермия. Он покрывает большую часть тела красной и зудящейся сыпью. Псориазом может заболеть любой, но со взрослыми это случается чаще, чем с детьми. Вызвать псориаз может несколько факторов – инфекция, стресс, вредные привычки, солнечный ожог, дефицит витамина D и даже некоторые лекарственные препараты, например, лития или бета-блокаторы. Заразиться псориазом нельзя. Он не передается при контакте с кожей больного. Наше тело по своей природе невероятно мудрое. Когда мы гармонично поддерживаем себя на всех уровнях – физическом, ментальном и энергетическом, то обеспечиваем телу крепкое здоровье и хорошее самочувствие. Одно из направлений в йоге помогает гармонизировать все процессы в организме, и это – гвоздостояние. Практика положительно влияет на кровеносную и лимфатическую систему. В результате тело активно насыщается кислородом и питательными веществами, уходит напряжение в мышцах, активизируются иммунные свойства организма. Йога на гвоздях уравновешивает и увеличивает поток энергии в организме. Во время занятия мы затрачиваем ресурсы на преодоление страха и боли, испытываем стресс. В итоге получаем взамен в несколько раз больше энергии. Такая подзарядка обеспечит слаженную работу всего организма, придаст бодрости и сил для выполнения поставленных задач, сделает повседневную работу более продуктивной. На практике мы перезагружаемся, сможем отпустить все тревоги и заботы, ощутить себя в настоящем моменте и понять то, что действительно важно. Благодаря приобретенной способности концентрироваться, мы повышаем внимательность и повседневность жизни. Всякий раз вставая на гвозди, мы становимся более стрессоустойчивы. Конечно, на гвоздях стоять больно, поэтому знакомство с этой практикой начните с грамотным инструктором. Медики отмечают, что на наших стопах множество сосудов и нервных окончаний, которые активно стимулируются во время гвоздостояния. Регулярное стояние на доске изменит восприятие к боли. С каждым разом вы будете чувствовать лёгкость. Перед тем, как встать на гвозди, уточните, нет ли у вас противопоказаний. К ним относят психические заболевания, открытые раны и повреждения на стопе, простуда, повышенная температура, тело, беременность и варикоз. Сегодня я рассказала вам о технике мнуши и о пользе йоги на гвоздях, о том, можно ли похудеть только благодаря тренировкам и о том, что такое псориаз. А с понедельника мы продолжим собирать для вас полезную корзину и рассказывать о секретах нашего здоровья. Будьте здоровы!